Общее сведение. Проблема постгистерэктомического синдрома актуальна в связи с широким применением в гинекологии тотальной и субтотальной гистерэктомии. При различных заболеваниях матки, в отсутствии адекватного лечения после тотального удаления матки или надвлагалищной ампутации матки может развиться стойкая форма постгистерэктомического синдрома с наступлением физиологической менопаузы на 4-5 лет раньше предполагаемого срока. Развитие постгистерэктомического синдрома связано с резким снижением циклической функции сохраненных яичников, развитием гипоэстрогении и ее негативным влиянием на ЦНС. Частота развития постгистерэктомического синдрома среди прооперированных пациенток зависит от возраста, объема, гистерэктомии, характера, кровоснабжения яичников и сопутствующей патологии. Развитие постгистерэктомического синдрома у женщин социально активного возраста негативно влияет на состояние здоровья, трудоспособности и качество жизни. Постгистерэктомический синдром По срокам развития постгистерэктомический синдром может быть ранним, развивающимся в первые дни постоперационного периода и поздним, возникающим в течение года после гистерэктомии. Постгистерэктомический синдром может иметь легкую, среднюю или тяжелую степень выраженности клинических проявлений. По продолжительности выделяет стойкую и транзиторную формы постгистерэктомического синдрома. При транзиторной форме, которая встречается в репродуктивном возрасте, период от 1 месяца до 1 года после гистерэктомии функция яичников восстанавливается. Симптомы стойкой формы могут проявляться спустя год и более после операции, свидетельствуя об угасании функций яичников и риске ранней менопаузы. Причины постгистерэктомического синдрома Патогенетическим фактором, приводящим к формированию постгистерэктомического синдрома, является гипоэстрогения. Нарушение нервации яичников, изъятие из их кровотока ветвей маточных артерий после гистерэктомии вызывает ослабление кровоснабжения. Придатков матки, развитие в них остройшими, венозного и лимфатического застоя, структурных и функциональных изменений. Снижается овуляторная и гормонопродуцирующая функции яичников с преобладанием анувуляторных циклов и понижением уровня эстрадиола. После удаления миометрия и эндометрия происходит нарушение обратных рецепторных связей. Постгистерэктомический синдром чаще встречается после экстерпации по сравнению с надвлагалищной ампутацией матки, а также при удалении одного яичника, чем при сохранении обоих. Тяжелый постгистерэктомический синдром более вероятен при выполнении операции в люте и новую фазу цикла у пациенток с тереотоксикозом и сахарным диабетом. Симптомы постгистерэктомического синдрома Основу клиники постгистерэктомического синдрома составляют нейровегетативные и психоэмоциональные расстройства. Психоэмоциональные нарушения могут протекать в виде астемического синдрома и депрессии, при которых пациентки испытывают слабость, вялость, быструю утомляемость, ухудшение внимания и памяти, склонность к слезам и чувство тревожности, ощущение собственной неполноценности и страх одиночества. Нейровегетативные изменения при постгистерэктомическом синдроме включают учащенное сердцебиение, тахикардию, состояние покоя, повышенную чувствительность к низкой и высокой температуре, висебулопатию, а не менее кожи и ощущение мурашек, приливы и повышенную потливость, отечность, артериальную гипертензию, бессонницу. Повышается частота развития сердечно-сосудистой патологии, ожирение, остеопороза. В случае стойкого постгистерэктомического синдрома могут появляться урогенитальные расстройства, стрессовые недержания и мочи, кольпит, сухость влагалища, боли при половом акте и т.д. Диагностика постгистерэктомического синдрома Диагностика постгистерэктомического синдрома включает оценку психоэмоциональных и нейровегетативных расстройств, структурных и функциональных. Изменение яичников и их кровотока Нарушение гипоталомогипофизарной системы В периоде реабилитации после гистерэктомии Для определения степени тяжести клинических проявлений постгистерэктомического синдрома используют менопаузальный индекс Купермана. Для оценки функциональной активности яичников гипоталомогипофизарной регуляции прогноза постгистерэктомического синдрома проводят Исследование уровня эстрадиола и СГЭЛГ в динамике УЗИ придатков матки с допплерографией сосудов выявляет структурное изменение яичников и интравариального кровотока после гистерэктомии. Отмечается кистозная трансформация сохраненных яичников в персистирующей кисты в интравариальном кровоснабжении, замедление Скорости кровотока Усиление венозного застоя Стойкий постгистерэктомический синдром сопровождается уменьшением объема яичников, обеднением их фолликулярного аппарата, повышением их агенности, стромы, снижением перфузии и сосудистой перестройкой интравариального кровотока, приближающимися к постменопаузальным показателям. При транзиторном постгистерэктомическом синдроме со временем наблюдается постепенное восстановление объема и структуры яичников. Обследование и ведение пациенток с постгистерэктомическим синдромом требует согласованности действий гинеколога-эндокринолога, маммолога, кардиолога и невролога. Лечение постгистерэктомического синдрома Характер терапии постгистерэктомического синдрома зависит от его тяжести и длительности течения. В реабилитационном периоде легкого и средне-тяжелого постгистерэктомического синдрома при выраженной психоэмоциональной симптоматике назначают седативные препараты, транквилизаторы и антидепрессанты, хомеопатические средства, рефлексотерапию. Для нормализации микроциркуляции в органах малого таза и воротниковой зоне применяется физиотерапия, электрофорез, эванизация. Шеи на лицевой области Транскраниальная электросимуляция по седативной методике При тяжелом или стойком постгистерэктомическом синдроме к лечению добавляют заместительную гормональную терапию, ЗГТ, которая быстро снимает психоэмоциональные и вегетососудистые расстройства, нормализует гипоталомогипофизарную регуляцию яичников, предупреждает Развитие метаболических нарушений При раннем постгистерэктомическом синдроме показано парентеральное введение комбинированных эстроген-андрогенных препаратов Возможно Использование эстроген-содержащих пластырей В постгнем-послеоперационном периоде проводят лечение различными комбинированными препаратами или монотерапию эстрогенами При длительной ЗГТ необходим контроль свертывающей системы крари путем исследования карагулограммы, а также профилактика тромбообразования С назначением дезагрегантов и венопротекторов Оценка состояния молочных желез до начала и в процессе проведения ЗГТ выполняется с помощью пальпаторного осмотра УЗИ молочных желез и мармографии Длительность ЗГТ при транзиторном постгистерэктомическом синдроме составляет от 3 до 6 месяцев после ее отмены у пациенток репродуктивного Возраста восстанавливается функциональная активность яичников При стойком постгистерэктомическом синдроме проведения ЗГТ желательно продолжать до предполагаемого наступления естественными на паузы 1-5 лет Вспомогательные репродуктивные технологии сделали возможным материнство для женщин перенесших удаление матки При сохранности яичников возможно получение яйцеклеток путем пункции фолликулов, оплодотворение яйцеклеток инвитера при необходимости С использованием донорской спермы последующей культивирование эмбрионов и вынашивание плода по методу суррогатного материнства Точка